Сегодня мы с вами прочитаем 56-ю главу нашей Конституции. Татьяна, скажите, пожалуйста, мне нужно ее зачитать, но у меня почему-то отключился компьютер, и мне ее не прочитать, она у меня в компьютере. Вы сможете прочитать саму главу? Я, к сожалению, сейчас тоже, наверное, не смогу прочитать, но давайте так, зрители, наверное, смогут сами прочитать. Там суть идет о том, что при введении чрезвычайной ситуации какие действия могут проводить органы власти. То есть там о том, что при чрезвычайной ситуации могут вводиться какие-то меры, ограничивающие права, свободы человека в интересах самого же человека и группы лиц. Примерно так. Что я могу сказать? Сама по себе статья неплохая, она нужна. И, в принципе, так оно и должно быть, потому что бывают какие-то экстренные ситуации. Вообще, я считаю, что статья именно о правах человека, вот это глубочайшая ошибка о том, что она у нас стоит во главу угла. То есть это формирование эгоцентризма. Это ведет к разделению общества, атомизации. То есть каждый становится сам за себя. И опять-таки у нас в Конституции прописано. Вот смотрите, понимаете, вот все технические главы бессмысленно рассматривать, не рассмотрев базовые, основные. Потому что базовые уже, они создают базис, и все остальные уже под них подстраиваются. То есть поменяем базовые, да, вот технические главы будут уже по-другому работать, понимаете. Те же самые главы, они будут по-другому совершенно работать. Ну вот я хочу еще раз остановиться на именно правах человека, да. То есть, ну здесь, по крайней мере, хотя бы в чрезвычайных ситуациях, да, здесь интересы не одного человека, а интересы группы, да, лиц там, или всего государства, или какого-то там региона, да, во спасение. Вот. Хотя бы здесь, хотя бы при таких условиях. А так, вот у нас во главу права человека. И что? Права-то нам дает. Вот, ну, и говорят, вот права, и все там, ну, вот это же хорошо, права человека, права человека. А права человека без возможности – это ничто, понимаете. Это ни о чем. Вот если у тебя нет возможности свои права реализовать, то, соответственно, это профанация, опять-таки. Ну, она сама по себе ведет к тому, что человек начинает мыслить в категории. Значит, я сам по себе, я главный, я центр вселенной, все должно крутиться вокруг меня, соответственно, государство мне должно, значит, органы власти мне должны, мне все должны, кто-то мне должен, я, а я ничего не должен, у меня одни права, а где обязанности, а вообще, где формирование, а это должна формировать идеология, понимаете, идеология. А ты сам-то кто? То есть, получается, человек родился, да, ты зачем родился? Ты зачем вообще здесь, на этой земле, почему ты родился в этой стране, да, то есть у тебя есть твои родители, родители и родители и так далее, то есть преемственность поколений. Если бы не было этого всего, не было бы тебя, а ты только это, и ты заявляешь о своих правах, а ты для этого государства что-нибудь сделал, ты его построил, чтобы оно тебе что-то давало. Я не в том плане, что государство ничего не должно, оно должно, но нельзя во главу угла ставить свое «я», права человека. Права человека должны быть уравнены, уравнены обязанностями. Вот тогда это будет баланс. И тогда можно строить более социальное государство, да, потому что человек, думая о том, что я могу сделать для других, для своего государства, он начинает уже мыслить не как для себя что-то сделать, а сделать для других. А потом, соответственно, это государство начинает ему обратно отдавать, возмещать, да, возмещать то, что он в него вкладывает, да, потому что он строит как дом. Ты вначале строишь дом, а потом ты в этом доме можешь жить, правильно? Вот. И когда будет вот этот баланс, тогда будет все нормально. А до тех пор, получается, права-то у нас и культивируются права человека, а в итоге возможности есть у того, у кого есть деньги. А эта система, значит, выстроена так, что деньги идут к деньгам, а не у кого? Олигархов, да? То есть мы сколько бы ни крутились, шансов вырваться у нас минимально. Если даже мы вырываем куда-то, мы эти деньги опять-таки тратим на реализацию своих прав, да? То есть вот такая круговая порука. И вот поэтому люди не могут вырваться из этой круговой поруки. Нужно просто выйти из нее, понимаете? Вот в чем проблема. А вы должны воспитывать в человеке не права человека, а в человеке то, что ты сделал, да? Служение, служение своему государству, служение отечеству. И тогда этот человек, продвигаясь по служебной, допустим, лестнице, именно в руководящие органы, он уже будет служить на уровне государства. Тогда чиновники, да, и власть, она уже будет служить всему государству на уровне управления этим государством. Понимаете, в чем суть? То есть пока ты еще никто, пока ты никто, ты начинаешь служить, ты набираешь свои заслуги. Поднимаясь наверх, ты продолжаешь служить, но у тебя уже появляются рычаги управления и влияние на эти процессы. Понимаете? Вот тогда. До свидания. До свидания.